всем добрый день дорогие друзья уважаемые зрители youtube канала компания маркетс на связи михаил ричард сегодня у нас обзор рынка и разбор сделок на следующую неделю с 3 до 7 августа 2020 года начинается последний вес лета закон заканчивается сезон учетности в сша рынке собственно готовится к выходным и чего нам ожидать его что то что торговать сколько еще будет расти евро сколько будет падать доллар вот это все я сегодня расскажу надо же разберем что будет с фондовыми индексами сша это я себе 500 и нас так 100 ну и покажу свои сделки что я сейчас отрывал в какие заходил за потому что за эту неделю я там зашел пару сделок и кое-какие сделки даже при вас еще по открываю скорее всего вот поэтому поэтому саживайтесь поудобнее сегодня будет максимально интересно итак первое чего мы начинаем это вообще макро ситуация которая сложилась на данный момент хочу показать первое это то что сейчас можете данные по ввп штатах и квартальные ввп то есть отношение ввп за второй квартал по отношению первого квартала 2020 года составила минус 32 90 процентов то есть ввп упала на треть это очень большое помене в годовом выражении составила минус девять с половиной то есть штаты очень сильно просили по собственно по выручке попросили по доходной реальности и как видим собственно ввп очень сильно падает в принципе такие проносы и были но не настолько много минус девять с половиной это очень много даже ну в средний пронос по аналитикам был минус восемь с половиной вот ставим минус 9 это много один процент в штатах когда ввп штатов составляет двадцать день с половиной почти триллиона долларов то один процент это очень большая сумма денег это можно какую-то страну типа украина купить легко так вот то что такое падение произошло это конечно плохо с другой стороны есть следующий момент а как будет ввп расти в будущем то есть будет ли она расти или не будет и с какими темпами вот это самое важное это именно то что закладывая закладывают рынке и как мы видим даже несмотря на то что ввп упал но индекс nasdaq 100 в частности это фьючерс на индекс на за 100 и фьючерс на индекс 500 к видим вчера моменте был упал и дальше видим растет то есть в принципе рынке закладывают что рост будет продолжаться и данное падение этого это самое дно уже дальше будет только плавное восстановление согласно моим расчетам восстановление в экономике сша должно быть где-то к четвертому коронавирус 2021 года ну и дальше пойдем уже в рост дальше пойдем плюс до этого времени еще будет очень долго шадание на рынке особенно к октябрю ноябрю месяцу когда начнутся такие более жесткие гонки предвыборные уже президентом заявил по поводу того что скорее всего могут переместить выборы потому что то есть отложить дату так как голосование будут проходить не совсем так как проходили раньше это может быть очень много фальсификации и чтобы такого не было давайте кому выбор отложим будет ли так или нет это тоже большой вопрос но в то же время это это заявление говорит о том что трамп боится того что он может проиграть эту предвыборную гонку и всяческими способами себя страхует для того чтобы можно было на чем-то сыграть тогда когда тогда когда он проиграет потому что есть все шансы что он может может эту гонку и не выбрать если брать то с точки зрения экономики то на данный момент очень много денег влита в экономику понятное дело что со временем эти деньги придется изымать потому что иначе будет очень большая гиперинфляция и собственно это плохо скажется и на как на производителей так и на так и на потребителях и в целом на всей рыночной экономики для того чтобы их изъять нужно собственно повышать налоги чего нет в предвыборной кампании трампа но тоже время есть предвыборной кампании главного оппонента того же трампа байдена поэтому есть все шансы что вот на этом фоне он может и не пройти но это так один из одна из тонкостей посмотрим как будут развиваться события дальше все-таки вы честно говоря у меня больше ожидания на то что там все таки пройдет и останется еще на второй срок далее что касается целом рынков то есть а дальше после зоны отчетности что немаловажно вчера отчитались основные компании facebook amazon apple google собственно это 4 компании которые управляют всеми штатами и вам может даже и всем миром эта компания самый большой большой капитализации в мире и собственно читались они прекрасно намного намного лучше чем ожидали аналитики и даже ожидали трейдеры и ожидали инвесторы особенно хорошо отчитался amazon который показал доход 10 38 долларов на одну акцию при том что паронос был 1 3 что-то таком диапазоне то есть в 10 раз лучше отчитался отчиталась компании чем ожидали на этом фоне понятное дело растет растет у нас индекс nasdaq стопы где эти компании входят в основной топ и на постмаркете вчера тоже amazon вырос на 6 и 6 процентов facebook тоже в районе 7 процентов то есть компании растут и при том что рост очень такой большой при том что капитализация данных компаний и так уже превышает многих из этих компаний уже превышает триллион долларов так далее поэтому поэтому фондовые рынки продолжают свой рост принципе пока еще рост продолжится могут это коррекционные движения в августе месяце но больше тенденция на обновление максимумов и дальнейшие и дальнейший дальнейший рост еще по смп 500 минимум до три с половиной тысячи по нас так стоит минимум мы увидим тысяч 13-15 так собственно на этом все фоне и у нас падает американский доллар и американский в принципе мы еще ожидаем его дальнейшее падение на этом фоне видим растет евро несмотря на то что политика тоже стимулирование экономики идет и вливают новые деньги в экономику это не не мешает евро расти их видим валютная пара евро доллар уже достигла уровня 1 19 чего ожидать дальше дальше мы ожидаем следующее что в этом диапазоне будет какая-то расторговка будет широкий флэт и больше снижение как минимум уровню 1 15 по именно поэтому я уже зашел в сделку на продажу по евро доллару и дальнейшем буду ее еще до продавать так далее 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 мы приступаем к вообще всем сделкам которые у меня есть на данный момент видим портах сделка минус 372 доллара на данный момент на балансе 9 9 запятая 8 тысяч долларов что принципе не хватает еще 200 долларов чтобы убой свой депозит что касается текущей сделок я уже говорил по евро доллару я буквально вчера зашел далее буду наливаться дед на уровне день 1 и 2 если рано туда дойдет и и закрывать сделку данные даже при вас сейчас поставлю это будет где-то на уровне 1 15 так далее по фунт-доллару тоже видим тогда цены я собственно как мы и говорили что вполне вероятно мы вырастим и будем даже возможно же обновлять в данные максимумы но сейчас думаю тоже будет такой широкий флот ждем кого-то сигнала больше на продажу далее доллар франк тоже видим сильно упал потому что это падение пришло реально очень сильно ждем кого-то стабилизации и больше стенденции наверх доллар-иена то время я буквально вчера докупил собственно усреднил данную позицию если упадем еще к нам минимума этого уровня где-то 102 тогда там буду еще раздаливаться новозеландский доллар-иена находится во флете поэтому пока здесь ничего интересного нзд usd мы уже сидим продажах и здесь тоже я ожидаю его больше на снижение есть тоже сигнал на продажу но пока мы еще не прошли шага либо поэтому новых фондов и делать не буду доллар канадец я вчера сделал на левку видим очень даже неплохо пока растет и и жду его дальнейшего роста к уровню как минимум где-то в район 139 так далее а у безд а пока тенденция больше вниз конечно же и у нас принципе есть сигнал вот поэтому учитывая что мы уже находимся на максимумах а у безд а я попробую здесь продать и собственно будем его ждать на как минимум падение к данному диапазону далее а вот как пока ждем я думаю что будет широкий флэт а вот франк тоже широкий флэт аудио на широкий флэт ничего не делаем а вот это тоже самое канада франк тоже пока ничего когда я тоже ничего то есть ну практически все находится во флете поэтому лучше не заходить евро а вот мы здесь сделки сидим и в принципе я продолжаю сидеть в этой сделке и ждем его take profit а пока тенденция больше наверх как минимум половину данного падения мы корректе увидим поэтому посидим ждем еврокат очень круто вырос наверх и вот тут кстати есть такой мир что принципе мы уже и так наверху уже есть хорошие сигналы здесь на продажу поэтому еврокат можно продать о текущих уровень что я собственно сейчас и сделал на евро франк находимся во флете пока ждем тут ничего нет заходов евро фон тоже самое картина пока заходов нет евро и она пока нет заходов евро нзда круто вырос с не не успел сейчас гриву здесь купить хотя надо было покупать об этом я несколько раз говорил надеюсь что вы зашли сделал далее фунта тенденция наверх все пока сохраняется поэтому жду его пока дальнейшего роста как минимум к нашим собственно да и к профитам фунта надо пока ждем пока сигналов никаких нет там сайте еврокат еврокат я продал евро а вот в рост по соответственно если что у меня будет застрахована и если евро будет падать еврокат я зарабатываем если евро растет евро аудио зарабатываем фунт иена пока мы флайте ничего не делаем фунт нцд тоже круто вырос и не успел я в него зайти но к видим уже практически половину своего движения он откорректировал нцд карт пока ничего доллар рубль шикарно пошел в нашу сторону собственно уже на данный момент 70 почти 74 рубля за один дот и я думаю это не предел увидим еще где-то 75-77 золото очень круто выросла 2000 уже не за горами я думаю что дальше мы и продолжим еще этот рост поэтому в него пока не заходим bitcoin наш любимый bitcoin собственно так и говорил на прошлой неделе выше 10000 долларов мы его можем покупать и собственно уже дошли до 11 и пока ближайшая цель куда я его жду это к минимум 15 тысяч долларов там мы его собственно и видим далее индексы нас декста растет и продолжит далее свой рост пока сигналов на продажу нет s&p 500 та же самая картина тенденция наверх больше на обновление максимум тоже кстати заметил что s&p 500 растет медленнее чем nasdaq 100 то есть технологические компании восстанавливаются останавливаются гораздо быстрее чем реальный сектор и в принципе это логично но дальнейшего роста поиске 500 мы можем мы увидим и далее далее будем видеть и увидим усиленный рост после того как начнется снятие карантина это будет ближе к зиме 2020 года ну и до страха видим страх падает все все меньше и меньше и меньше пока никто никого не боится ну и принципе это хорошо собственно на данный момент по всем сделкам у меня ничего я не закрывал на прошлой неделе только открывал все сделки есть поэтому ждем когда удвоим депозит это кстати будет прекрасный подарок на моё день рождения которые мне собственно завтра поэтому комментарии жду от вас поздравления также пишите свои вопросы ну и собственно торгуйте инвестируйте зарабатывайте и будьте успешными с вами был михаил ричард увидимся с вами ровно через неделю на этом канале